Доброе время уток, друзья. Сегодня я стартую небольшую серию уроков по созданию окружения для игр. Покажу азы и сам процесс, порядок действий. Вы сможете повторить это в любых удобных вам редакторах, будь то Blender, Photoshop или Magia Gimp, я буду использовать 3D Max и Paintless Eye, просто потому что. И пока на фоне я рисую текстурный атлас для будущих растений, скажу, что в следующих уроках я покажу, как создавать деревья, кусты, камни и немного покажу про стилизованные текстуры. В финальной серии я создам полноценную игровую стенку, и весь процесс вы также сможете посмотреть в видео на ютубе. А теперь, что касается рисуемой текстуры, на одном полотне я размещаю сразу несколько цветочков с видом сверху и пучки травы с видом сбоку. Листья нарисованы также с видом сверху, и когда всё это дело будет дорисовано, можно переходить в 3D пакет. Обращаю внимание, что в этих видео я показываю лишь основы, и само окружение очень стилизованное, почти мультяшное. Поэтому, если вы хотите научиться создавать серьёзные дизайны окружения ААА уровня, то это минутка рекламы для вас. XYZ School открывает набор на курс по Environment Art. Если левел-дизайнер задает общие принципы, по которым работает локация, и продумывает её архитектуру и тему, то художник по окружению определяет, как именно она будет выглядеть и ощущаться. Создавать предметы или персонажи может быть интересно, но задача художника по окружению – создавать целые миры. Ему всегда нужно продумывать историю, что происходило в этой локации, откуда в ней появились те или иные элементы. На курсе ты освоишь профессию художника по окружению, научишься работать с модульными объектами, использовать тайлы и тримы, создавать играбельные сцены в Unreal Engine и презентовать их. Чтобы успешно пройти курс, нужно немного разбираться в пакетах для моделирования, таких как 3D Max, Blender или Maya, и бы ознакомился с культом ZBrush. А также, хотя бы на базовом уровне, владеет Substance Painter, Substance Designer и Unreal Engine 4. Преподаватель Игорь Емельянов, 3D-художник, работавший над метро Exodus, Call of Duty Infinity Warfare и Blacktail Innocence. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, CyberMaya.com, Digital Forms и другие студии. Обучение начинается 1 февраля 2021 года. После курс перезапускается каждый месяц, и ссылочка на него в описании. Теперь я сделаю маску или альфа-канал. Просто скавирую всё содержимое на новый слой и выкрутив яркость максимально белой. Ну, либо сделав наоборот, как я, и просто инвертирую цвета. Не спрашивайте зачем. Эта маска может пригодиться для материалов в игровом движке, чтобы текстура была прозрачной. Но большинстве материалов она даже не понадобится, если у вас просто будет прозрачный фон. Первая моделька будет травой. По сути, это простой плейн с натянутой на него текстурой. А точнее, её небольшой частью. Чтобы трава выглядела более правдоподобно, я добавил ещё несколько плейнов, на один из которых нацепил текстуру другого пучка травы для разнообразия. Также я немного изогнул каждую плашку, чтобы она была более живой. Трава ведь не такая прямая. Теперь перейдём к цветам. Я начал делать стебель максимально упрощённой и как можно меньше полигонов. Цветы достаточно мелкие по размерам и частично спрятаны в траве. Особо их разглядывать никто не будет. А если будут, то уж точно не стебли, а бутоны. Да, кстати, часть стеблей ещё будет спрятана под бутоном. А сами бутоны это почти такой же плейн, только более объёмный, либо выпуклый, либо впуклый. Ээээ, вогнутый. Субтитры создавал DimaTorzok Я сделал стебли слишком толстыми, и лучше сделать их потоньше. Продублировав основу, я просто нацепил другую текстуру на бутон, и на это можно было бы остановиться, но я решил сделать вторые цветы более детальными, поэтому их топология немного отличается. Субтитры создавал DimaTorzok Пора уже нарисовать текстурку для стебля. Я прикинул выделением границы каждой текстурки, и нашёл свободное место, где можно было бы расположить коляки стебля. Теперь можно и листиков навесить, но опять же, не увлекаться их количеством. Принцип действия здесь такой же. Теперь давайте создадим большое растение. Как обычно, начинаю с плейна и добавляю ему полигончиков, так как размеры его подразумевают чуть большую детализацию. Далее я сгибаю лист, как в реальной жизни, и просто дублирую его по кругу, формируя сам объект. Также добавляю вторую вариацию растения для разнообразия, и немного видоизменяю листья. Теперь я подгоняю размер всех этих объектов относительно друг друга, и применяю к ним X-Form. Этим я запекаю их локальные координаты вращения и масштаба, иначе в юните они экспортируются с теми же значениями, и при их обнулении вернутся свой исходный размер и ракурс. Из-за этого на террении они могут быть перевернуты вверх тормашками, или иметь несоответствующие размеры. Всё, теперь можно экспортировать. Обратите внимание, что направление оси при экспорте также играет большую роль. В 3дмаксе выбирайте верхнюю осью Z. В мазе и блендере могут быть свои заморочки, так что пробуйте разные варианты. Теперь я просто перебрасываю текстурки и модельку в папку проекта и расставляю их на сцене. Нам понадобится двухсторонний материал. Их большое количество самых разных. Я просто взял первую попавшуюся чисто для примера. Он вполне подойдёт. Единственный момент, для прозрачности здесь потребуется использовать ту самую маску, которую я сделал в начале видео. Наконец-то можно испытать эти аситы на реальном террине и посмотреть, как они будут выглядеть все вместе. Ну, почти все. И в целом результат довольно неплохой, учитывая, что на это было потрачено около пары часов. Представьте, какую красоту можно сделать, посидев над этим хотя бы пару дней. Да, кстати, я добавил немного постобработки. Ну, куда же без неё. Вообще, подобный стиль хорошо подойдёт для мобильных игрушек и каких-нибудь мультяшек. Но главное, что теперь вы знаете, как это делается, и можете попробовать самостоятельно в тех программах, в которых вы привыкли. Если вы хотите полноценный часовой туториал без монтажа, только дайте знать. А вот чем мы займёмся в следующей серии, деревьями или камнями, решать вам, голосуйте в комментариях. Ну, а с вами, как всегда, был Арталаски. Пока.